здравствуйте дорогие друзья вы на канале садурский сад с вами алена продолжаю показывать процесс как сажаю гортензии in vitro это второй ролик для интересующихся пожалуйста посмотрите первый там рассказываю что такое растение in vitro то есть в пробирке в стекле выращенные в пробирке вот в частности на таком питательном субстрате как в этой герметичной баночке здесь находится 19 штук микросаженцев гортензии металлика получила я таких баночек 5 какую-то часть оставлю себе для украшения сада и маточников в дальнейшем а оставшиеся предложу всем желающим и сразу скажу что все переговоры по процессу продажи в частности саженцев гортензии а весной будут еще и розы предлагаю вести в своей группе вконтакте садурский сад алена добавляйтесь в личной переписке все вопросы можно обсудить и так процессу вот такая баночка и в этот раз воспользуюсь опытом азата исхакова большое ему спасибо руки и пинцет обязательно обеззаражены антибактериальными салфетками две чистые тарелки с водой в одной будут здесь вот первоначальное купание затем второе полоскание и далее покажу процесс посадки сажаю в емкости 100 и 200 грамм сейчас у меня 200 грамм предыдущей партии посадила больше половины стаканчики 100 грамм и так растения прополоскались мне кажется обязательно нужно убрать питательную смесь которой они были гелеобразную и также советует азат исхаков еще раз упомяну замечательного блогера и так вот такое маленькая растеница микросаженец аккуратненько помещаю его в неглубокая не глубокую ямку и другим концом пинцета приминаю землю вокруг этого маленького но очень живучего кустика готова еще один ничем не поливаем грунт предварительно подготовленный по общей схеме для грунта которым мы черенкуем растение то есть не очень высокой влажности использую грунт из торфабрикетов вот так и аккуратно приминаем землю и желаем всяческого здоровья этому маленькому и в дальнейшем красивому растению еще вот тут здесь даже такой вот корень не могу сказать что саженцы очень уж большие в предыдущей партии у меня были гортензии самарская лидия бобо skyfall пильчатая и дуболистный вот оказался листочек не очень плотно сидящий мы его удалим чтобы он там не мотылялся там были корни той партии конечно побольше но в связи с ажиотажным спросом на этот сорт металлика напоминаю лаборатория работает в ускоренном режиме поэтому стали отправлять вот такие саженцы с небольшой корневой системой но все же я очень надеюсь что и эти саженцы такие они маленькие маленькие но уже хорошенькие что и эти саженцы проявят достойную тягу жизни приживутся и в дальнейшем станут прекрасными растениями растения инвитро то есть выращенные в пробирке освобождены от всех вирусов у них завидная энергия роста прекрасное здоровье и по отзывам эти микро саженцы набирают через два-три месяца размер пригодный для посадки грунт и продажи но мне кажется все таки отзывы наверное слишком позитивные наверное все таки немножко подольше месяца 4 потребуется на создание скажем так товарного саженца товарного вида саженца через несколько недель растения вырастут до 5 сантиметров как это свидетельствует положительный опыт и тогда его можно будет пересаживать горшочки п 9 а пока парниковый эффект крышку не надо там часто открывать первую неделю вообще можно не закрывать герметично закрытые крышки у меня два варианта контейнер и отдельные стаканчики накрытые другим стаканчиком большего размера получилось два контейнера со стаканчиками 100 и 200 грамм так пока над ними лампу не включаю пусть до конца дня постоят полутени так скажем а завтра с утра полный свет и надеюсь все будет хорошо здесь другой способ укрытия 200 граммовые стаканчики над ними 300 граммовые стаканчики вот так а вот здесь предыдущая партия дуболистная гортензия бургундий skyfall так они там растут и еще хочу показать как выглядят растения из предыдущей посадки вот над ними на крышке контейнера испарение это очень хорошо парниковый эффект сейчас секундочку сниму вот пожалуйста посмотрим растения уже пять дней как высажены даже наверное шесть вот эти гиганты пильчатые гортензии мия-мияя мурасаки по простому мура мурасаки вот так выглядит уже прям просто таки раздухарилась и выросла вот здесь видны корешочки воздушные немножко их прикрыть ну что растений ин витро растут часто их открывать не стоит напоминаю меня сорта пильчатая мия-мияя мурасаки она же мура мурасаки skyfall самарская лидия бобо и древовидная бургундий частично оставлю себе все оставшиеся желающим и еще раз приглашаю подписаться на мою группу вконтакте садурский сад алена общаюсь подробно уважительно добро пожаловать дорогие друзья ну и на этом сегодняшний сюжет заканчиваю добра здоровья и мира всем заглядывайте ёсподарствуйте Gavin г г г г г вли